Шизоидность или конструкторность свойственна мужчинам. Чтобы понять типы мышления, мы должны увидеть живой работающий мозг, патологоанатом, конструктор. Это просто находка. Если вы захотели легкой жизни, готовьтесь к тому, что вы будете никакими. Купите конструктор. Купите конструктор. Я не рекомендую лишаться этого инстаграма, потому что здесь я пытаюсь рассказывать о вещах, которые мне кажутся важны каждому человеку и современному человеку. Человеку, который, по сути дела, встречается с новой реальностью, информационной, трансформируется этой реальностью и должен к ней начать адаптироваться. Это, на самом деле, непростое дело. Я знаю, что под постами, которые посвящены будущему, меньше всегда комментариев, меньше лайков, меньше просмотров, меньше сохранений и еще каких-то действий с ними производится, но я делаю это умышленно, потому что психология психологии, но если мы не понимаем той среды, в которой эта психология функционирует, если мы не видим, куда все движется, то мы не сможем строить планы на будущее, мы не сможем адекватно к жизни адаптироваться. Ну ладно, хорошо. Надеюсь, там уже собралась какая-то группа интересантов, вот, и они интересуются, я надеюсь, сегодня типами мышления. Вот, ну, кто-то из вас уже читал и знает, книга «Троица» будет больше самого себя. Вот, она посвящена действительно трем разным типам, но сегодня я хочу расширить нашу тему, потому что у меня сегодня еще одна хорошая новость, кроме, значит, того, что у нас очень много. Вот, новость эта состоит в том, что мы завершили практически годичный проект по созданию теста, который позволяет человеку выявлять его тип мышления, его психобиологический тип. И еще я сейчас расскажу про разные подробности. Вот, это была, я вам тут, честно скажу, большая сложная работа, мы проводили много исследований, экспериментов. Вот, причем работа не завершена, мы дальше будем продолжать совершенствовать эту технологию, но уже с сегодняшнего дня и в 15 часов состоится такой официальный релиз, наконец, сайта 3mind.ru. Вот, его название вы увидите в описании профиля, но здесь что важно понимать, то, что это большая платформа, вот, которая будет постепенно развиваться, в которой будут добавляться дополнительные функционалы, которые позволят вам не только определять свой тип мышления, свой психобиологический тип, не только получать какие-то рекомендации индивидуальные, но, как сказать, тестировать и ваших близких, ваших родственников, получать рекомендации, как вам решать какие-то сложности, которые у вас возникают, как лучше друг друга понимать, как друг с другом лучше общаться, вот, и на это, над этим продуктом продолжает работать очень большая команда, вот, на счастье мы сейчас все это можем делать бесплатно, и более того, у нас есть возможность обеспечить полную конфиденциальность данных, поскольку это все данные чувствительные и важные, связанные с личной информацией, вот, и это обеспечивается за счет специального сервиса, который нам предоставил Сбериди, Сбербанк, в котором я работаю, и поэтому у нас есть такая, на счастье, поддержка, когда мы можем обеспечить конфиденциальность данных, вы не должны быть, как бы сказать, клиентом Сбербанка, но вы можете воспользоваться на нашем сайте соответствующим сервисом, и получите свой доступ, и ваши данные будут безопасны, вот, чтобы вы не волновались, что вы, значит, все про себя рассказываете, а это кто-то узнает, вот, это ваша собственная информация, ваш собственный кабинет, там, и так далее, вот, и, в общем, в чем еще, как бы, вот, интерес этой технологии, которую сегодня мы официально зарелизим, вот, она касается, как бы сказать, не только мышления, которым я занимаюсь, но и тем, чем я занимался на предыдущих этапах своей карьеры, как психотерапевт, как медицинский психолог, потому что психодиагностика была одна из моих специализаций, как врач-психиатр и так далее, то есть мы получаем там комплексный психологический портрет, там сейчас четыре теста, один позволяет вам определить ваш мыслительный тип, второй тест позволяет вам определить психобиологический тип, и дальше эти результаты суммируются, и мы получаем, как бы, вот, финальное знание о том, кто вы, точнее, вы получаете это знание, вот, и это касается, как бы, двух важных, как бы, структур мозга, да, потому что мышление у нас это интеллектуальная деятельность, она относится к корковым отделам, да, то есть это высший уровень, то, что касается определения психобиологического типа, это определяет особенности вашей подкорки, то есть то, как ваши базовые структуры мозга функционируют, в которых, собственно, чувства, эмоции, переживания, так сказать, находят себя, вот, и третья часть, третий тест, он направлен на тестирование характеристик, вот, состояние вашей ретикулярной формации, вы часто меня спрашиваете, я рассказываю про шило в своих лекциях, вот, что нам нужно шило для того, чтобы что-то делать, вот, что у вас за шило, и под каким углом оно стоит, определяет третий тест, вот, и четвертый тест является результативным, в котором определяются ваши системы отношений с самими собой, с другими людьми и с миром, что позволяет определить, дать вам рекомендации относительно того, как вам с учетом ваших вот характеристик и общего мозгового устройства, да, кора, подкорка, ствол, как вам правильно функционировать. В общем, я этой работой горжусь, она продолжает дорабатываться, я знаю, что многие из вас проходили тест заранее, когда он еще был в стадии, вот, такой, пускай, отработки соответствующих всех алгоритмов, вот, сейчас вот он именно в том качестве, который меня устраивает для вот такого официального релиза, вот, и, ну, и мы будем продолжать дорабатывать, и мы будем продолжать развивать, вот, поэтому, в общем, у меня сегодня приятный день, надеюсь, у вас тоже будет приятный, когда вы, наконец, узнаете, кто вы, и что вам с самими собой делать, потому что, как я люблю повторять, мы обречены на свою жизнь, и мы обречены на свой мозг, значит, наша жизнь определяется временем, в котором мы живем, социальными ситуациями, в которых мы живем, культурой, в которой мы живем, это вещи, которые мы не можем, как бы, изменить, да, это, как бы, это что так можно, судьба, вот, ну, еще у нас есть наш мозг, вот, возможность влияния на него, это, конечно, очень такой вопрос, нетривиальный, рассчитывать, что мы можем как-то существенно изменить соотношение и работу своих мозговых структур, вряд ли, тем более, что, в общем, мозг вообще, это мозг должен решить за нас, и мы его должны уговорить, так сказать, принять соответствующее решение, то есть это непросто, но вот мне кажется, что наличие вот таких рекомендаций, которые отражают, как бы, нашу внутреннюю структуру и позволяют нам лучше понимать себя, реакции других людей, это просто важная очень вещь для увеличения качества жизни, вот, и в дальнейшем для увеличения и, как бы, интеллектуальных ресурсов, потому что для меня, я считаю, что это сейчас самая главная вещь, да, увеличение интеллектуального ресурса, и вот интеллектуальный ресурс, он, собственно, усиливается за счет использования сильных сторон вашего, вашего типа, вашего склада, вашего мозга и компенсаторных каких-то вещей, которые вы можете в себе наращивать с учетом того, что у вашего мозга тут, как бы, слабее, чем у другого, ну, у другого слабее другое, в общем, короче говоря, тут есть, что называется, возможности такого искусственного, условно говоря, апгрейда своей интеллектуальной функции. Вот, собственно, для чего это все делается, да, потому что даже обучать мышлению всех людей одинаково будет неэффективно, да, то есть для каждого типа мышления есть свои подходы, и если говорить про Академию Смысла, вот, например, третья ступень, да, которая, собственно говоря, троице посвящена, после красной таблетки чертогов разума и вот троица, она как раз нацелена на то, чтобы апгрейдить каждый из типов дополнительными функционалами интеллектуальными, которые позволяют строить более сложные модели реальности и видеть в ней больше решений, чем, как бы, среднестатистический или вот тебе доставшийся мозг. Вот, поэтому закончу сводной частью, перейду к вашим вопросам, их опять было несколько сотен, вот, мне помогли выбрать ключевые и пройдемся по ним. Вот, возможно, я на что-то успею ответить. Задавайте тоже вопросы, у нас будет часть, в которой я отвечу на вопросы, которые сейчас придут в трансляцию. Как определить свой тип мышления? Да, мы говорим о том, что существует три типа мышления, рефлекторский, конструкторский, центристский, вот, но не надо это понимать очень буквально, да, значит, и тест тоже это предусматривает. Значит, мы всегда имеем какую-то комбинацию этих типов. Они вырастают из наших инстинктов, из того, как, собственно говоря, мозг устроен, как он работает, вот, и структуры базовые есть у всех, то есть у нас у всех есть радикалы соответствующие, конструкторский, центристский, невротический, на базовом уровне. Мы их называем шизоидный, стероидный и невротический, центристский, невротический, мог это напутать, но вы сообразите. Вот, да, и, то есть они все есть, и у кого-то просто, там, один тип является ведущим, и это определяет скорее, как бы сказать, вот, это такая скрипка, которая, первая скрипка, которая задает тон игре всего оркестра. То есть если оркестр у нас, или даже можно сравнить с дирижером, разные дирижеры одно и то же музыкальное произведение дирижируют по-разному, и мы слышим разные, разные исполнения. Вот, и если говорить про, вот, эту аналогию, то можно себе представить, что режиссер, вот, дирижер, там, центрист будет иначе, чуть-чуть дирижировать ансамблем нейронных центров, связей, мозговых структур, нежели это будет делать, например, дирижер-рефлектор или дирижер, опять же, конструктор. То есть у них просто разные подходы, вот, но есть все инструменты, то есть есть, и у каждого типа есть все инструменты. Вот, поэтому кто-то из вас получит там сначала характеристику на первом тесте сбалансированный тип, не переживайте, если вы пройдете дальше, глубже, на следующий тест пройдет уточнение, и вы получите, скорее всего, уже характеристику, по которой вы можете понимать, как зовут вашего дирижера, вашего, оркестра вашего мозга, вот, симфонического. Вот, так что сразу ну рекомендации мы даем для любых как бы комбинаций. Как соотносится тип мышления с полом человека? Очень хороший вопрос. У меня было интуитивное такое, как бы, понимание из психотерапевтической практики, вот, но сейчас я могу говорить об этом достаточно уверенно, потому что мы провели уже тест, работал длительное время в режиме исследовательском, таком вот предварительном превью, вот, и большое количество мужчин и женщин прошли этот тест, и надо сказать, что шизоидность или конструкторность, вот, она в большей степени свойственна мужчинам, вот, нежели женщинам, и женский радикал это рефлекторский или центристский, и его среди женщин значительно больше, чем среди мужчин. Вот, это не значит, что не существует женщин-конструкторов, это не значит, что не существует мужчин-рефлекторов, вот, существует масса совершенно невероятно талантливых и ярких мужчин-рефлекторов или сестероидным радикалом, вот, и в сфере творчества вы их увидите в большом количестве, и существует огромное количество совершенно выдающихся женщин с конструкторским радикалом, которые проявляют себя зачастую в профессиях, которые кажутся мужскими, но которые бы не состоялись без их женских талантов. Поэтому основной базовый тип, конечно, центристский или невротический. В свое время Фредерик Перлс говорил о всемо невротике, что психотерапевт отличается от пациента только степень выраженности невроза. Это смешная метафора, но она действительно определяет, из-за чего у нас возникает большая часть всяких разных невротических состояний. Она возникает из-за того, что мы очень чутко реагируем на социальные связи, на отношения с другими людьми. И конфликты с ними приводят к тому, что мы невротизируемся. Поэтому базовый тип – это центристский или невротический. А по сторонам стоят эти два типа – рефлекторский и стероидный, конструкторский и шизоидный, которые говорят о том, какая из этажей психики является ведущей. Или корковый, или подкорковый отделы. Корковый в случае конструкторов шизоидов и подкорковый в случае рефлекторов и стероидов. Эти два типа в свое время Иван Петрович Павлов диагностировал. Часто предположил, что они существуют. Предположил, что существует и третий, но не мог с ним разобраться, правда. Это стало возможно чуть позже. Мне очень приятно. Часто спрашивают, где можно прочитать у Павлова про это. Можно прочитать в клинических павловских средах. Это такой фундаментальный труд. И эти клинические павловские среды Иван Петрович проводил как раз в той клинике, где я в свое время начинал свою деятельность в качестве гражданского психотерапевта после изупольнения из армии. Он находится здесь, в Петербурге. Там сохранился даже кабинет, где Иван Петрович впервые выдвинул эту гипотезу. Которую мы сейчас уже имеем подтверждение. С какого возраста можно определить тип мышления ребенка? С помощью тестовых методик я сомневаюсь, что вы сможете определить. Есть особенности поведения детей с разными радикалами. И если есть такой навык определения этого, то, конечно, по детям сразу видно, потому что это генетически детерминированные вещи. Это наши типы мышления не нажитая в рамках социализации вещь. Это вещь генетическая, биологическая, дана нам от рождения. И, соответственно, есть дети, которые более аутичные, более задумчивые, любят какие-то самостоятельные игры, меньше реагируют на поведение взрослых или других детей. И если это такие ребята, то, скорее всего, это конструкторский или шизоидный тип. Сразу хочу предупредить, шизоидность, невротичность и стероидность не являются психиатрическими диагнозами. Это является названием типологии, которая внешне по контуру соотносится с внешним поведением пациентов, имеющих соответствующие, действительно, клинические расстройства. То есть здесь используются слова, которые отражают внешнюю форму, они не отражают содержание. Это не болезнь, это просто такой тип. Ничего нет страшного, если вы шизоид, если вы невротик, если вы истероид. Вот, наоборот, надо этим гордиться. Да, поэтому, если мы берём ребёнка, который, наоборот, очень социален, ему очень важно строить отношения с другими людьми, если он дико переживает по поводу, какого он хочет быть заводил, и у него не получается в детских командах. Это невротический или, как мы его называем с точки зрения мышления, центрический тип. Вот, если ребёнок любит, достаточно артистичен, он любит на публике рассказывать стихотворения, распахивать шторы, появляться оттуда, значит, с каким-то очередным своим выступлением, ему нравится производить впечатление, нравится привлекать себе внимание, то это явно творческая натура. Значит, это будущий художник, значит, и радикал, соответственно, истероидный, тип мышления рефлекторский. Вот, это можно корректировать, да, как бы сказать, что-то добавлять, что-то убирать в рамках воспитательных и образовательных практик, вот, для того, чтобы личность выросла более гармоничной, потому что, конечно, идеально, когда ваш мозг умеет делать и то, и другое, и третье, он может видеть социальные отношения, он может видеть сложные аналитические структуры, он умеет видеть образами, вдохновляться и вдохновлять. Вот, конечно, хорошо, когда все эти характеристики присутствуют, поэтому, ну, может быть, когда-нибудь мы найдем и для того, чтобы выработать какие-то технологии для работы с детьми, пока с детьми только самое начало изучаем, как устроен мозг и так, и тренируем его, если мы говорим про то, что мы делаем в рамках работы с детьми. Сбалансированный тип. Плюсы и минусы. Как часто встречается? Я вам должен сказать, что мы в предварительной версии, когда мы тестировали, мы заложили большую степень, как бы, вот в тест, в предыдущие свои итерации до нынешней, мы заложили более высокий порог вхождения в тот или иной тип. Ну, то есть, условно говоря, модель математическая, которая там стоит внутри, вот, она, поскольку мы не были уверены, что система работает идеально, вот, мы в большей части присваивали смешанный тип, сбалансированный или смешанный, вот, значит, потому что не были уверены в работе, в точности системы. Вот, поскольку сейчас точности системы достаточно, мы изменили математическую модель расчета, вот, и, ну, большая часть, я надеюсь, все-таки будет, ну, я не надеюсь, я уверен, что большая часть будет узнавать свой, как бы, ведущий тип в любом случае, вот, а не получать ответ сбалансированный. Но вот нам нужно было это время на отработку соответствующих, проведение соответствующих исследований. Вот, поэтому сейчас будет меньше сбалансированных типов, вот, плюсы и минусы сложнее дать рекомендации, вот, это наши минусы. То, что касается плюсов, но, в принципе, конечно, хорошо, когда у вас там и то, и другое, и третье работает, говорит, просто с этим сложнее сделать что-то нетривиальное. Значит, вот, почему я говорю, что надо гордиться, что вы конструктор, центрист или, или, как его там, рефлектор, что вы шизоид, истероид или невротик, значит, это говорит, что вы отличаетесь, значит, от основной массы людей. Вот, то есть, если у вас есть выраженный радикал, то вы, как бы, не среднестатистический человек, ну, как бы, у вас есть что-то, что делает вас, как бы, ну, в каком-то смысле избранным, уникальным. Это, с одной стороны, как это сказать, крест, вот, с другой стороны, возможность, да, потому что, конечно, если вы отличаетесь от середины, да, от среднестатистической истории, то вы, вам тяжелее жить, вот, потому что легче жить, когда ты такой, как общая масса, вот. Вот, но, с другой стороны, ты можешь сделать что-то такое, что не может сделать среднестатистический человек, да, все важные вещи в науке, в искусстве, в творчестве, я не знаю, там, в социальной жизни, сделаны людьми, у которых, которые не среднестатистические, у которых есть эти особенности, эти, их можно назвать отклонениями, а можно назвать дополнительными возможностями. Отклонениями, потому что, действительно, если вы конструктор, то вам тяжелее жить, чем среднестатистическим людям. Если вы рефлектор, вам тяжелее жить, чем среднестатистический. Если вы невротик, как я, например, это тяжелее жить, чем остальные. Ну вот, но зато это говорит о том, что ваш мозг имеет какие-то, как бы, вот, какую, что-то такое, что может позволить вам добиваться результатов в определенных сферах, лучших, чем другие. То есть, вот, там, моя невротичность, или центристность, если с точки зрения мышления говорить, вот, она чем обусловлена? Она обусловлена просто количеством зеркальных нейронов и вот способностью реконструировать социальные отношения. Именно эта способность позволила мне стать, ну, может быть, неплохим психотерапевтом, много чего понять, сложить, рассказать другим людям. Вот. И, с другой стороны, мне сложно из-за этого жить, потому что, ну, понимаешь, что я переживаю за других людей больше, чем среднестатистический. Я, так сказать, сам могу по этому поводу, может быть, как-то... Ну, у меня есть книжка «Счастлив по собственному желанию» и соответствующие навыки, поэтому я с этим справляюсь. Вот. Но в любом случае, там, это и плюс, и минус, как с любым вот типом. Возможен ли переход от одного типа к другому? Переход невозможен. Вот. Возможно, плохая диагностика. Вот. Мы, со своей стороны, над этим работаем. Вот. И я думаю, что мы еще будем уточняться и уточняться. Вот. Тут, как любой тест, к сожалению, мы не можем, как бы, гарантировать стопроцентного результата. Но очень стараемся приблизиться, как бы, хорошим максимальным результатом. Вот. Но можно сформировать у себя, как бы, интеллектуальные стратегии, искусственные, в рамках практики, интеллектуальных, как бы, тренингов, соответствующих занятий, упражнений. Вот. Для того, чтобы компенсировать, какой-то перекос свой и получить дополнительные ресурсы. Я в этом случае всегда привожу пример, связанный со своей, как бы, научной деятельностью. Да. Первую монографию, которую я написал, мне был еще 21 год. Вот. Она написана абсолютным центристом. Если вы посмотрите на нее, вот, то все характеристики, какие есть у центриста, они в ней очевидно прослеживаются. Но вот дальнейшая, например, работа над интеллектуальными объектами и их постройкой позволила мне создать две книги, которые могут быть отнесены к конструктору. И все, кто читает психософический трактат, уверены, что я конструктор. Вот. Что не так? Я воспроизвел способ думания конструктором и создал, и рассмотрел то же самое, что я рассмотрел в своей первой книге, но вот конструкторским способом, что позволило открыть массу вещей, которые там центристским способом мне не удалось концептуализировать. Вот. И у меня есть книга, она называется «Дневник канатного плясуна». Она написана по мотивам, если конструкторская книга написана по мотивам яркого конструктора, шизоида моего любимого философа Людвига Витгенштейна, то дневник канатного плясуна написан по мотивам. И я воспроизвел способ образного думания, который использовал Фридрих Ницше в своем книге. Он сам был истероидом, каких мало, вот, поталантливым невероятно. И его книга «Так говорил Заратустра, вот мною как бы переработана, в ней, в нее влита, влита содержание методологии, и там методология рассказывана образным языком. Вот, поэтому можно сформировать у себя дополнительные способы сборки интеллектуальных объектов, не только присущие вам генетически, но и вот воспроизведенные по лекалам, но это воспроизводство позволяет вам увидеть те грани предмета, которым вы заняты, которые не могут быть замечены, исходя из вашей привычной генетически обусловленной вот специфики думания. Бывают ли пограничные типы мышления? Бывают типы, а бывают средние. Вот наша задача выявить ведущий, сделать его максимально и как бы дать ему максимальный потенциал для развертки, чтобы вы могли сделать что-нибудь действительно уникальное и здоровое, и так как бы ценное, поэтому мы ищем в человеке тип. После того, как мы нашли, мы все равно пытаемся развить и другие составляющие для того, чтобы сделать интеллектуальный, увеличить апгрейд интеллектуальный и дать дополнительные возможности. С помощью чего вы определили свой тип мышления до появления теста? Я до появления теста свой тип определял клинически, и соответственно у меня есть друзья психиатры, которые могли и психологи, психотерапевты и так далее, которые могли свои мнения по этому поводу высказать. В общем, то, что у меня невротический или центристический тип было как бы понятно. В процессе создания технологии мы максимально пытались, чтобы это не было моим авторским изобретением, мы работали таким образом, чтобы все типы принимали участие в формулировках, как бы в видении и так далее. И потом, когда уже все завершилось и мы сделали очередной, я долго отказывался проходить даже на релизе, на первом предварительном тесте, чтобы то, что я помнил все, кто, кому, чего, как. И когда я дождался, что у меня не было такого абсолютно ясного ответа на какой вопрос, как отвечать, и так все немножко смешалось, я прошел тест, я намеренно подыгрывал двум другим типам, то есть я хотел максимально, так сказать, чтобы это было объективно, если у меня есть перекос, где-то я могу как-то больше в конструкторс или больше рестерекса, что я это делал, но он сволочь хороший, поставил мне диагноз центриста и невротика, в общем, четко по клинической модели. Почему только три типа? Есть четвертый или пятый? Как я уже сказал, типы действительно как бы все составляющие в нашей психике есть, вот, значит, поэтому трех типов нету, есть ведущий, вот, а все остальные у вас тоже присутствуют. В чем принципиальное отличие этой типологии от любых других? Ну, принципиальное различие, значит, то, что она продиктована нейрофизиологическими особенностями мозга, то есть, обычно типологии строятся, исходя из набора эмпирических наблюдений, значит, то, что касается типологии троицы, значит, она создана, значит, на основе того, что мы получили массу новых знаний о живом работающем мозге. К сожалению, эти данные в науке появились не так давно, вот, и только сейчас мы смогли этим эффективно заниматься и применять это к практике, да, функционально-магнитно-резонансной томографии, ну, там, 25 лет, условно говоря, вот, и, значит, в чем, в чем основа, значит, и в корковых отделах, и в подкорковых отделах находятся нервные клетки, да, они соединяются друг с другом белым веществом, да, серое вещество здесь, в коре, ну, ладно, я посмотрел на мозг, думаю, показать на мозге, но буду на руках, значит, в подкорке серое вещество, серое вещество клетки, тела клеток, да, вот, а дальше они соединяются акциональными связями, и вот акциональные связи, это что такое? Это когда, вот, клетки коры, например, сигнализируют что-то сюда, вниз, клеткам подкорки, а есть подкорка, которая сигнализирует, как бы, в кору, вот, и средний тип, это когда эта штука сбалансированная, то есть и кора, и подкорка, они, как бы, имеют одинаковое количество и одинаковую интенсивность вот этих связей, вот, и это типцентрический или невротический, как мы его называем, социальный, потому что эти связи, на самом деле, и есть дефолт-система мозга, вот, да, а, значит, кора, она более такая, как бы, сказать, аналитическая, да, и она может иметь очень высокий уровень влияния этих своих сигнализаций на подкорку, и в этом случае, это тип конструкторский или шизоидный, когда кора, как бы, определяет то, как должна вести себя подкорка, и если конструктор или шизоид испытывает какие-то страхи, то они у него идиаторные, то есть он в рамках своих представлений, там, например, не может, как бы, справиться, и у него подкорка начинает из-за этого волноваться, а если мы говорим рефлектор или истероид, у него, значит, связей от подкорки к коре больше, то есть, и он начинает волноваться, и только после этого находит для себя объяснение, почему он волнуется, то есть клетки подкорки активизируются на стрессовые или на любые другие факторы активнее и диктуют коре особенности поведения, действий, восприятия, там, и так далее, вот, поэтому типология, она стоит на нейрофизиологическом фундаменте, вот, чего просто раньше технически невозможно было сделать, поэтому про, как бы, про эти типы вы можете прочитать в разных типологиях, потому что эти типы, там, но эмпирически все равно они выявлялись, ну вот, но просто было много каких-то пограничных вещей и вводились дополнительные, эмпирически обнаруженные, как бы, типы, вот, которые на самом деле характеризуются другими особенностями, вот, меня часто спрашивают, говорят, вы использовали вот психиатрические термины, там, истероид, невротик, шизоид, ну вот, а вот есть, например, там, эпилептоиды, есть, там, остеники, там, и так далее, значит, вы действительно есть, но просто и в тех и в других случаях это будет связано не с особенностями структурных отношений между корой и подкоркой, а связано с органикой, с клетками конкретно, их функционированием, в том, как они строят связи друг с другом, вот, то есть в органических особенностях, не в структурных особенностях мозга, а в органических особенностях нервной ткани, вот, поэтому, ну, это действительно делает человека отличным, вот, и действительно, как-то, если у него есть эпилептоидные черты, мы можем ему, соответственно, как бы, какие-то дополнительные рекомендации дать, но если мы говорим про мышление, то все равно в мышлении важно именно отношение, корково-подкорковое отношение, вот, поэтому эти типы интеллектуальные, мыслительные, они не включают эпилептоидность, ну, вот, хотя соответствующие особенности можно учитывать, и тест строится, учитывает многие из них на, как бы, более глубоких этапах, если мы говорим про все четыре теста, которые входят в эту батарею, более того, я еще надеюсь, что мы там кое-что, мы сейчас тоже тестируем несколько моделей, сможем добавить для вот увеличения, как бы сказать, индивидуальности подхода к каждому пользователю проекта. Как сосредоточиться центристу, конструктору, рефлектору? Я бы больше сказал про, может быть, мотиваторы, что мотивирует больше центристов, конструкторов или рефлекторов, вот, потому что если вы мотивированы, то вы, вероятно, и сосредоточитесь лучше, вот, значит, для центриста важна его социальная ответственность перед другими людьми, вот, если он знает, что это важно для других людей, и он может кого-то таким образом подвести, то это будет его, или наоборот, кого-то таким образом спасти, для него это будет важным мотиватором. Значит, для конструктора важным мотиватором является сложность задачи, то есть, если тоже задачу, которую он решает, кажется ему достаточно интересной, вот, то это будет его мотивировать. Для рефлектора важно, чтобы это позволило ему реализовать его потенциал, его видение, вот, возможность представить это широкому кругу, чтобы получить отклик на свою работу. Если бы вы задались идеей опровергнуть эту теорию о типах, то что бы вы предприняли? Понимаю, откуда вопрос, ну вот, из, так сказать, методологии науки, поперы и прочей, значит, публики, значит, к которой я отношусь, честно говоря, неоднозначно, и не я один, вот, но как бы там ни было, опровергнуть можно, значит, это опровергается нейрофизиологически, если вы проведете функциональную магнитную резонансную томографию, и мы уже продумываем с помощью наших западных коллег, как мы сможем оттестировать эту методику, то есть ее можно будет доказать, если мы положим в ФМРТ большое количество рефлекторов, большое количество конструкторов, большое количество центристов, и убедимся, что у них действительно вот эти особенности функционирования структурных отношений мозга специфичны для каждого типа, вот, или если они не будут специфичны, значит, теория плохая, надо выкидывать. Цель центриста притянуть крутых к себе или попасть в клевую стаю, значит, ну, на самом деле, там есть вот как бы нюансы, и вот это то, про что я еще пока как бы вам не говорю, чтобы окончательно не путать, но действительно, есть два разных типа центриста, два разных типа рефлектора, два разных типа конструктора, вот, значит, и понятно, что может быть центрист, который, как бы сказать, очень стремится к власти, стремится к, как бы, социальному успеху, может быть центрист, напротив, которому очень важно адаптироваться со всеми, найти нужный общий язык, не пытаться, так сказать, перетянуть одеяло на себя, а наоборот, как бы всех укутать одним одеялом. Это два разных типа центриста, и это следующая фаза, вот как бы все давайте последовательно поразбираться в себе, строить соответствующие тесты, методики и так далее, это пока процесс небыстрый, все требует исследований, большой работы, большой практики, поэтому вот как бы я надеюсь, что мы сможем, пока рано. Вот, то же самое касается и рефлекторов, потому что есть рефлекторы действительно очень яркие, очень такие демонстративные, а есть рефлекторы наоборот, как бы сказать, они настолько чувственны, настолько их подкорка как бы там внутри функционирует, но они это, как бы сказать, не, 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 они это в себе держат, ну вот думают они как рефлекторы, то есть, да, ну вот, но во внешнем поведении они не выглядят такими, как бы какими-то демонстративными, как бы импозантными, там яркими, там и так далее, напротив, прямо серая мышка может быть, ну вот, но внутри очень чувственная, очень тонкая, очень, вот как раз у нас регулируемые своими подкорковыми структурами. Это важно, почему я говорю, потому что, если вот вы посмотрите, пройдете третий тест, который тестирует уровень вот как бы напряженности ретикулярной формальности, направленности шила, да, понятно, что если у рефлектора шира направлено как бы вперед из песни, то вы получите Филиппа Педросовича, вот, а если у вас шило направлено куда-то там как бы внутрь, то вы получите очень тонкого, чувственного автора, какую-нибудь там, я не знаю, Марину Цветаеву или там еще что-нибудь, вот, который там, возможно, не будет как бы ходить с перьями, ну вот, но реагировать, воспринимать мир, конструировать мир будет ровно таким же образом. Но это дальше. Как связаны типы темпераментов с типами мышления? Значит, они напрямую никак не связаны. Вот тут что важно понимать, Иван Петрович как раз создал как бы нейрофизиологическое объяснение темпераментов. Ну вот, вы можете это все прочитать, он собакам темпераменты определял, людям определял там и так далее. Но он же заговорил и разных вот, о разных типах с точки зрения художников и мыслителей. Но он сказал, что мы пока не можем этого исследовать, мы гипотетически предполагаем, что это есть, но наши исследовательские ресурсы недостаточны. Он, Капавлов понимал, что для того, чтобы понять типы мышления, для этого мы должны увидеть живой работающий мозг, а не просто его поведение в рамках экспериментов, которые он ставил. А вот темпераменты в рамках экспериментов можно определить, потому что в основе темпераментов, вот холерик, сангвиник, флегматик, меланхолик, значит, лежат какие характеристики как бы нервной ткани, да, скорость реагирования, значит, сила реагирования и вот комбинация скорости типов, то есть возбуждение, торможение, если мы используем типологию Павлова, слабый тип, сильный тип, ну, то есть устойчивость реакции и подвижность, то есть он описывал вот такие, как бы, динамические характеристики, и они определяют типы, да, вот эти классические, которые еще Аристотель в свое время, значит, нам предложил как модель типирования, вот, но мы-то хотим смотреть глубже, мы хотим не просто определять, что этот псих, а этот, значит, тихий псих, ну, вот, мы хотим определять особенности того, как человек видит мир, что он в этом мире считает для себя важным, потому что только таким образом вы сможете с близкими людьми, с людьми, с которыми вы работаете вместе, превратиться в одну команду, потому что я вот абсолютно уверен, мы сейчас проводим большие исследования, пока я не готов говорить о результатах, но я надеюсь, что они будут, что именно гармоничное сочетание профессиональных команд, в которых есть вот должное количество, да, центризма, рефлекторства и конструктивизма, вот, только они добиваются максимальных результатов и делают что-то по-настоящему крутое и выдающееся, вот, ну, и качественное, вот, поэтому именно сочетание этих характеристик в социальных коллективах и является, как бы сказать, важной, важной такой, важным залогом успеха, вот, поэтому, да, и темпераменты, как бы никто их не отменяет, вот, но у нас другие задачи, и для других задач требуются другие инструменты. Ну что, я ответил насколько мог из, вот, выбранных вопросов, поскольку у нас трансляция, то я готов ответить на вопросы, которые есть в трансляции, мне их сейчас зачитают. Наследуется ли тип мышления? Ну, а он наследуется, только вы поймите, что такое наследование, да, он наследуется не от мамы и папы, он наследуется от бабушек, прабабушек, прапрабабушек, там, и так далее, потому что, ну, как бы, у вас могут быть, то, что называется, там, рецессивные гены, которые в вас сидят, но они у вас не проявились, но в комбинации с генами нашего супруга, вот, эти рецессивные гены могут, как бы, сойтись, и признак, который трел, так сказать, в ваших родах, он может вылезти и продемонстрировать. Вот Пушкин, он какой уже там был, от правнуков, он был ганнибал, как его звали, вот, дедушки своего негритянского происхождения, вот, афроафриканца, вот, ну, и стал вдруг кучурявый, как бы, родители у него не отличались, не всем этим, тетя, темный, да, почему-то был рецессивный ген, этот рецессивный ген у обоих родителей, и он, значит, вот в какой-то момент концентрировался, вышел, и мы получили солнце русской поэзии, африканское солнце русской поэзии, вот, да, поэтому, ну, как бы, наследуется, но тут, как бы, есть нюансы. Как сделать максимально эффективным взаимодействие шизоида и истероида? Ну, не буду отвечать на этот вопрос, потому что, во-первых, это, как раз, вот, материал наших нынешних исследований, и я не могу однозначно, как бы, сказать, что вы действуете так-то и так-то, вот сейчас мы получим все результаты, все лечим, как бы, убедимся, и после этого будем их озвучивать, вот, и, но здесь очень важно понимать от задачи, потому что шизоид и истероид в рамках производственного процесса – это вовсе не то же самое, что шизоид и истероид в рамках, например, личных взаимоотношений, дружеских отношений, супружеских отношений, детско-родительских отношений, что очень важно, вот, поэтому, как бы, все чуть сложнее. Кем работать конструктору? Значит, ну, на самом деле нельзя дать такую рекомендацию, потому что, опять же, конструкторы бывают разных, как бы, типов, работать можно всем, везде, вот, как бы, нету такого, чего, вот, ну, там, условно, если вы возьмете медицину, вот, то я вам должен сказать, что там обязательно нужны будут все три типа, вот, потому что где-то не обойтись без рефлекторства, ну, точно нужно много центризма, вот, но точно так же есть и вот такие аналитические задачи в области медицины, без которых, ну, и, поверьте мне, патологоанатом, конструктор, это просто находка, вот, берите, и, как бы, хорошая профессия, я тоже думал им стать, вот, мне тетя патологоанатом, вот, но, да, поэтому, очень короче говоря, да, можно во всей сферах преуспеть, вот, конечно, технические больше свойственны для, как бы сказать, для конструкторского склада, творческие, гуманитарные, больше свойственны для, 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 творческие для рефлекторского склада. Ну, я должен сказать, что самые выдающиеся психологи, вот, и, в частности, Лев Маркович Векер, один из моих учителей, к которому я отношусь большим пиететом, он был по образованию физиком, вот, вот, понимаете, вот иногда как-то другой способ сборки, который, например, принадлежит больше конструкторскому типу, может в какой-то сфере оказаться неожиданным, ярким, очень важным и, как бы, нужным. Полезен ли тест для школьников? Поможет ли в обучении? Ну, все, их надо для возраста, для соответствующего делать. Ну, то есть, вот я книжку написал детскую, вот, она для детей, вот, для взрослых я бы ее написал по-другому. То же самое касается и тестов. Эти тесты делаются под соответствующие, как бы, возрастные группы. Мы делаем тест под, там, условно говоря, там, я не знаю, там, 16 лет, и дальше его можно в целом проходить. Вот, я думаю, что самый точный он будет давать результаты, там, условно говоря, в возрастной категории 25-45. Ну, вот, понятно, потому что дальше, как бы, возраста, а все равно особенности социальности более зрелых людей, более молодых людей и так далее, будут привносить искажения, ну, именно в тестовую конструкцию. Не то, что тип изменился, а просто тест становится менее чувствительным для этой аудитории. Сейчас будет блиц, короткие вопросы, короткие ответы. К какому типу мышления вы относите себя? Уже доложил центрист-невротик. Назовите двух самых известных рефлекторов, конструкторов и центристов. Ну, значит, рефлекторов. Это, ну, если вы возьмете большинство просто писателей, архиактеров и так далее, вот, они будут как раз с ведущим рефлекторским радикалом, и стероидным. Вот, ну, вот, как бы, если брать из других областей, то вот ярким рефлектором является, например, Стив Джобс. Вот, человек такой, визионер, очень, как бы, верящий в свое видение, в свое ощущение и требующий от всех, чтобы они сделали все по ощущению, вот, прямо настоящим. Да, конструктор в этом смысле известный Билл Гейтс, вот, который в гробу видел все ощущения, вот, и, как бы, зато программа хорошая, и компания, несмотря на то, что он тоже ушел от ее управления, показывает невероятный сейчас финансовый рост. А Apple благополучно заворачивается, потому что нету этого внутреннего двигателя. Ну, то есть, рост Apple меньше, чем рост Microsoft, потому что Microsoft выстроен как именно технологическая такая вот штуковина. Вот, Apple в этом смысле больше был ориентирован на лидеры, и все продукты, которые мы видим, это все продукты, произведенные чувственным Джобсом. Ну, вот, ну, там, я не знаю, можно, рефлектор, например, какой-нибудь, Сальвадор Дали, вы не представляете, да, вот это все, рын, вот, а писатель, например, конструктор, это Франц Кавка. Вот, ну, то есть, ну, вот, да, с центристами, среди центристов много таких политиков и общественных деятелей, да, ну, вот, но политиков тоже не революционеров, а политиков именно вот такого, как бы, когда все надо устаканить, со всеми договориться, чтобы все как-то вот никуда не уехало, и стабильность была. После того, как определил тип мышления, что делать? Не знаю, сделайте что-нибудь, да. Что делать, чтобы рефлекторы перестали меня бесить? Ой, ну, на самом деле, рефлектор действительно может, как бы, травмировать, как правило, конструктор шизоидов, ну, вот, он травмирует, значит, тем, что он кажется нелогичным, вот, значит, это заблуждение, там просто действует совсем другая логика, и если вы способны понять логику рефлектора, вот, вы прекрасно с ним найдете общий язык, он абсолютно не будет вас раздражать, ну, вот, ну, просто если вы думаете, что у вас только есть одна логика, и она правильная, и она ваша, вот, ну, я думаю, что вас не только рефлектор может вывести из себя. Да, берегите нервы, думайте про другие логики, другие способы сборки интеллектуальных объектов, если возвращаться к методологии мышления. Как жить после прочтения ваших книг? Сделайте что-нибудь. Я не шучу, ну, та и шутила, а сейчас я не шучу. Я рассматриваю свои книги как, не просто как просветительскую какую-то историю, я ее на самом деле рассматриваю как руководство к действию, вот. Вот, если вы, прочитав «Красную таблетку», меняете свой привычный способ думать о жизни, вот, и вы его меняете, да, вы принуждены действовать, соответственно, новому видению, да. Как-то Адор Рузвельт нас завещал, делай, что можешь с тем, что имеешь, там где-то есть. Вот, если вы прочитали «Чертоги разума», там изложены технологии целенаправленного мышления, технологии создания факт-карт, формирования внутренних стаи, там, и так далее. Просто прочитать толку, конечно, будет мало, но если вы это делаете, это становится частью вашей жизни и делает вас более эффективными. Ну, а если вы уж прочитали «Троицу» и стали, вам открылся путь быть больше самих себя, ну, как бы, живите с этим, будьте больше самих себя. С каким типом мышления легче жить? Черт его знает. Значит, чем вы страннее, тем жить вам страннее, сложнее. Ну, как бы, поэтому, если вы захотели легкой жизни, ну, как бы, готовьтесь к тому, что вы будете, вот, никакими. Вот, как бы, ну, среднее, с фоном. Если вы хотите быть фигурой на фоне, то, ну, как бы, да, вы будете и больше страдать, потому что никому не нравится, когда кто-то вылезает так из общего ряда. Вот, вам будет вообще, в принципе, сложнее адаптироваться, у вас будет меньше взаимопонимания с другими людьми, потому что мало людей будет вас понимать, как бы, на входе. Вот, ну, меньшинство всегда, как бы, такая страдающая вещь, но, поэтому, если есть тип выраженный, яркий, там, и так далее, ну, приготовьтесь пострадать. Но зато у вас есть возможность прожить красивую и яркую и социально, может быть, ценную жизнь. Хочу стать конструктором. С чего начать? Ха-ха-ха-ха-ха, купите конструктор. Вот, ну, короче говоря, я шучу, невозможно стать конструктором, значит, если вы хотите вообще понять, как думают конструкторы, ну, по крайней мере, начните с ними взаимодействовать, начните их интервьюировать, расспрашивать, начните читать книги, которые созданы конструкторами. Я мягко намекаю на моего любимого Людвига Петренштейна. Вот, да, это никогда не повредит. Ну что, мы заканчиваем тогда, да, трансляцию, я должен со всеми попрощаться. Значит, сейчас откроется последняя версия нашего теста. Значит, сразу предупреждаю, что если вы хотите получить более уточненные рекомендации, чем глубже вы продвигаетесь по тестам из этих четырех, тем точнее будут ответы. Они все время подстраиваются как бы под предыдущие. Да, значит, что еще хочу сказать про... Ну, мне кажется, что имеет смысл, после того, как вы один раз прочитали Троицу, книгу, если вы ее прочитали, и после того, как вы прошли тесты, получили результаты, ну, как-то ее тоже внимательнее прочитать уже, как бы, не исходя из своего такого интуитивного ощущения, кто вы, а вот понимание того, что вы теперь знаете, кто вы, потому что это удивительно. Многие читают Троицу и определяют себя вообще просто, мягко говоря, не так. Ну, ничего удивительного нету, потому что мы же воспринимаем мир изнутри самих себя, вот, и нам кажется, что у нас объективная самооценка, ну, нам кажется, что мы такие, мы зякие, вот. Эту иллюзию я пытался развенчать в красной таблетке, вот, и те, кто проходит в Академии смысла красную таблетку, как бы, сказать, им дают обратную связь, они узнают, как они выглядят, что на самом деле их поведение значит и так далее, вот. Но самому разглядеть сложно, поэтому многие, читая Троицу, неверно диагностируют себя. Но вот если вы перечитаете её после того, как вы себя диагностировали с помощью теста, мне кажется, это будет очень полезно. Ну что, на этом прощаемся, всем пока-пока. Субтитры сделал DimaTorzok